Под прицелами видеокамер. В Красноперекопске в онлайн-режиме прошел конкурс на замещение должности главы администрации. 11 кандидатов в течение 4 часов представляли комиссии свое видение развития города. Конкурс прошел под руководством заместителя председателя Совета Министров Крыма Дмитрия Полонского. За важным для Красноперекопска событием следили и наши журналисты. Работа на благо города и его жителей. Такую цель ставили перед собой все 11 кандидатов на пост главы администрации Красноперекопска. Напомним, экс-глава администрации Игорь Яцишин был освобожден с поста в апреле этого года. И сегодня город нуждается в грамотном управленце. Я очень надеюсь, что кандидат, который победит в этом конкурсе и будет утвержден решением сессии городского совета на должность главы администрации города Красноперекопска будет не только гарантом реализации тех планов и программ, проектов, а будет именно носителем новых идей по развитию города. Таким считает себя и неоднократный участник подобных онлайн-конкурсов Владимир Кокинос. Вернувшись на историческую родину в Крым, редактор Первомайской газеты считает, что он смог бы отстаивать интересы жителей и развивать город в нужном направлении, в первую очередь делая акцент на совместной работе с общественностью. Назрела такая ситуация, что в Красноперекопске нужен новый руководитель, нового формата, с новыми взглядами, честный, порядочный, имеющий безупречную репутацию и честное доброе имя. Знаком с муниципальной службой и городскими проблемами местный депутат Сергей Полей. По мнению молодого юриста, глава администрации должен в первую очередь активно сотрудничать с городским советом и всеми возможными способами работать над пополнением местной казны. Первое, что я сделаю, это буду реализовывать те мероприятия, которые запланировал, поскольку у нас уже полугодие заканчивается и необходимо уже формировать статегию развития города уже на ближайшие периоды. Это немаловажно. Многое упущено, необходимо догонять. В ходе четырехчасового онлайн-конкурса каждый член комиссии задавал кандидатам вопросы об их профессиональной деятельности, знанию законодательства Российской Федерации и Республики Крым. Уникальный конкурс, он уникален тем, что 11 претендентов подали свои заявки. При этом это как действующие руководители города, района, руководители из других регионов Республики Крым, так и абсолютно новые, может быть, неизвестные и молодые люди. И вот в этот раз конкурсная комиссия остановила свой выбор именно на молодых людях, которые показали себя очень достойно. По результатам оценки определились два кандидата, которые набрали наибольшее количество баллов. Ими стали Сергей Полей и Валерий Богацкий. Их кандидатуры будут предложены на рассмотрение депутатам на ближайшей сессии Красноперекопского городского совета. Алена Сергеенко, Евгений Адовжик, Дмитрий Лалетин. Новости 24. Красноперекопск.